Приветствую! В этом видео мы посмотрим на новые возможности BAS версии 22.5, а именно запуск функции BAS из других языков программирования. Видео будет состоять всего из двух частей – короткого вступления с описанием новых библиотек и создания приложения на C-Sharp с использованием BAS. Проект разрабатывается пользователем с ником «Часырский код». Для разработки с использованием библиотеки требуется лицензия BAS Premium. Для использования приложения, написанных на ней, не требуется дополнительный затрат. Ситуация с лицензией полностью аналогична с защищенными приложениями. Для создания приложения нужен премиум, а для использования нет. Для просмотра видео необходимо иметь понимание принципов работы и функций BAS, а также иметь базовые навыки языка C-Sharp. Видео будут освещены только основные принципы работы. Больше можно узнать из Вики. Итак, что это за новый функционал? Он представляет из себя набор библиотек на разных языках программирования. В данный момент доступен только один язык C-Sharp, чуть позже будут добавлены еще два питона Node.js. Основная задача этих библиотек – возможность запускать функции BAS, получать результаты, создавать потоки, а также контролировать ход их выполнения. Для того, чтобы достичь этого, библиотеки выполняют множество вещей незаметно. Сюда входит и установка портабельной версии BAS, подготовка папки для запуска скрипта, формирование и передача необходимых сообщений в BAS. Все это делается для того, чтобы конечный пользователь смог, выполняя вот такой код, работать с BAS. Здесь запускается функция BAS под названием Google Search. Ожидается результат ее выполнения, для этого используется оператор Await. Он сохраняется, результат сохраняется в переменной Result. Код выше и ниже необходим для инициализации приложения, для вывода сообщений в лог и его остановки. При выполнении данного кода BAS Remote.net, именно так называется библиотека на C-Sharp, установит портабельную версию BAS, папки Data или любой другой папки, указанной в настройках, запустит новый экземпляр и установит с ним связь. После завершения работы приложения или после вызова метода Dispose, экземпляр будет установлен. Хотелось бы также обратить внимание, что для пользователя данный процесс останется абсолютно незаметным. И также второй и последующий запуске будет происходить быстрее. Скрипт, который должен содержать все необходимые функции BAS, используемый приложением, должен быть залит на сервер заблаговременно. Библиотека работает только с защищенными скриптами и со скриптами, залитыми на сервер. В качестве входных параметров передается название скрипта и данные для авторизации, если они требуются. Лучше всего принцип работы может показать данная диаграмма. Вы видите здесь, что наша библиотека BAS.RAMOLE.NET запускается на локальном компьютере. Здесь же создается и скачивается портабельный экземпляр BAS. Он связывается с сервером, передает туда аутентификационные данные, полученные от основной библиотеки. Они получают в ответ либо ошибку, либо проект. Получают из проекта список функций и потом уже эти функции могут быть вызваны с помощью метода runFunction из основной библиотеки. Также может быть получен результат, они могут быть остановлены и так далее. Для начала рассмотрим проект BAS, из которого будем вызывать функции. В основной функции нету ничего. Нас интересует функция parseTag. Ее будем вызывать функция downloadImage вспомогательная. В функции parseTag мы загружаем такую страницу. Получаем все изображения, относящиеся к данному тегу. И для каждого из них асинхронно запускаем функцию downloadImage. То есть в этой функции мы еще параллельно запускаем несколько потоков, каждый из которых качает изображение. Изображение сохраняется вот в такую папку. Естественно это все можно переделать. Но для цели демонстрации этого достаточно. Результатом выполнения этой функции будет путь к файлу. Далее в функции parseTag мы ожидаем пока все потоки не будут завершены. Создаем новый список result. И получаем результат каждого потока. То есть каждый путь к файлу. Добавляем это в список. И возвращаем в список. В итоге функция parseTag получает тег Instagram. И на выходе мы получаем список путей к уже скачанным картинкам. Теперь когда у нас есть готовый проект, нам нужно залить его на сервер. Для этого нам нужно остановить запись. Я это уже сделал. И нажать на кнопку скомпилировать. Обязательно нужно выбрать имя скрипта. По нему мы будем идентифицировать функции, откуда мы хотим запускать. Также нужно выбрать настройку приватный скрипт. Потому что только она позволит загрузить скрипт на сервер. Далее нажимаем ОК. Создавается автономное приложение. Нас не интересует. Нас интересует только вот этот пункт. После загрузки скрипта на сервере в личном кабинете у нас появится этот скрипт. Что мы можем сделать? Мы можем установить цену скрипта в ноль. Нулевая цена скрипта означает, что любой пользователь может его использовать. Нам не нужно будет создавать нового пользователя и передавать его автотификационные данные на сервер. Для цели отладки это как раз отлично. Что мы обязаны сделать? Это установить эту настройку. Она задает, могут ли функции из этого скрипта быть вызваны удаленно. Если бы ее не было, это означало, что любой пользователь скрипта смог бы вызвать любую функцию. Это дыра безопасности. А так разработчику нужно самому специально сказать, что он разрешает то, чтобы функции из его скрипта вызывались удаленно. Поэтому устанавливаем эту галочку. Сохраняем изменения. И теперь наш скрипт доступен для вызова функции из других языков программирования. Теперь давайте перейдем к самому приложению. Оно будет сделано на C-Sharp с использованием WinForms. C-Sharp нужен нам для того, чтобы создать пользовательский интерфейс. А баз будет отвечать за взаимодействие с браузером. Само приложение будет получать от пользователя тег в Instagram. По нему производить поиск картинок. Сохранять эти картинки на жесткий диск. А потом отображать их в пользовательском интерфейсе. Итак, давайте начнем. Создадим новый проект. Это будет приложение WinForms. Пусть оно будет находиться в такой папке. Называется WinFormsBas. Теперь давайте быстренько добавим все контролы на форму. Добавим кнопку. Она будет отвечать за сам поиск. Название контролова ставим стандартным. Помним, что у нас демонстрация, а не production. Добавляем текстовое поле. Здесь пользователь будет вводить тег Instagram. Добавляем контрол, в котором будет отображаться список картинок. Далее нам нужно добавить контрол, в котором будет данная картинка. Давайте сразу изменим размер изображения. 128 на 128 пикселей. И нам нужно связать эти два контролла. Делается это, кажется, через свойство LargeImageList. Также мы добавим лейбл, в котором будем возвращать сообщение об ошибке. В случае, если такая произошла. И по умолчанию текст этого лейбла должен быть пустым. Далее, просто чтобы протестировать пользовательский интерфейс, мы будем добавлять два тестовых изображения. Это реальные файлы, существующие на диске. Также, чтобы функция AddImage, чтобы она работала, нам нужно ее определить. Я просто скопирую код. Что он делает? Это берет изображение из заданного пути, заданное переменное PASS. Добавляет это изображение в данный контрол. И добавляет к нему подпись. Подпись нужна для того, чтобы можно было понять, к какому тегу относится какое изображение. Здесь у нас будет несколько поисков. И нам нужно добавить код, который добавляет два изображения. Давайте посмотрим, как будет работать пользовательский интерфейс. Нажимаем на Search. Появляются две картинки. Но нам нужно получать реальные данные. Для этого понажать его на кнопки. На кнопку сначала мы будем получать текст, точнее тег, который был пользователь, получая значение вот этого поля. Это у нас элемент с контролл с названием textbox1. Будем получать его свойство, текст, и записывать переменную. Далее сделаем так, чтобы кнопка... Будем дезайблить кнопку, когда начинается поиск, чтобы пользователь не имел возможности сделать два поиска подряд. Для этого у контролла button1 свойство enabled задаем false. И когда поиск уже завершит свою работу, устанавливаем его в true. Далее все ошибки мы будем записывать в наш специальный лейбл. Лейбл1 он называется. Окей, отлично. Здесь будет наш код. И теперь нужно добавить собственно код, который взаимодействует с бас. Для этого сначала нам нужно установить newget packet. Он называется bus remote, инструкции по инсталляции есть в readme репозитория. Устанавливаем bus remote, это буквально несколько нажатий. Библиотека подключена. Теперь скопируем код, который здесь есть. И будем использовать его, но изменим название проекта, изменим название функции и название параметра. Да, и еще нам нужно объявить функции синхронной. Теперь скрипт у нас называется немножко по-другому, а именно parse eg.text. Параметр у нас называется tag. Здесь у нас будет не константа, а текст, который был пользователем. Далее функция у нас тоже по-другому называется. Здесь у нас находится результат. Только мы будем выводить его не в консоль, а использовать нашу функцию для отображения изображения в списке. Помним, что tag, который ввел пользователь, у нас переменный текст, поэтому будем использовать именно ее. Запускаем приложение. И запускаем поиск. И тут нужно отметить, что первый раз функция может запускаться довольно долго. Это происходит из-за того, что в первый раз устанавливается портабельная версия BAS, скачивается, разархивируется, и это может занять некоторое время. Поэтому хорошая идея может быть, если вы предупредите пользователя о том, что времени может потребоваться много. Для этого можно подписаться на события on engine download started. Если оно произошло, это означает, что есть необходимость в том, чтобы скачать новую версию BAS. Значит, времени потребуется много. Если это повторный запуск, то этого события не происходит. Поэтому его можно использовать для того, чтобы сообщить пользователю о длительности выполнения функции. Ну вот, как видите, изображения сохранились. Можем добавить еще что-то. поискать. Здесь работа будет происходить уже быстрее. Вот, новые изображения добавились. Давайте посмотрим, как будет работать наш код в случае ошибки. Для этого изменим название скрипта на несуществующее. Видим, что вводится ошибка. Это значит, что происходит исключение. И мы можем его поймать с помощью стандартного оператора в C-Sharp. Еще один момент, который бы хотелось отметить. То, что при каждом нажатии кнопки будет заново создаваться, открываться новый экземпляр BAS. И это не очень корректно с точки зрения потребления ресурсов. Гораздо проще запустить его один раз и уже функции запускать в этом экземпляре. Не перезапускать его другими словами. Давайте сделаем это для этого в нашем классе. Объявим свойство, которое будет содержать клиент. И по умолчанию делаем его равным 0. Оператор using подразумевает, что в конце его работы или во время исключения будет вызван метод dispose, который остановит работу приложения. То, что экземпляра BAS, то, что как раз нам не нужно. Поэтому мы его убираем. Поправляем форматирование. Дальше. Новый клиент нам нужно создавать не всегда, а только тогда, когда он равняется, когда он еще не был сотен. То есть, когда он равняется 0. Поэтому проверяем. Если он 0, тогда создаем новый клиент и тогда же его запускаем. Используя вот такой вот подход, можно оптимизировать скрипт. У кого-то может создаться впечатление, что мы здесь не вызываем метод dispose. И поэтому экземпляр BAS останется висеть в процессах после того, как приложение завершится. Но это не так, поскольку внутренне BAS и библиотека общаются с помощью WebSocket. Когда клиент закрывает WebSocket либо намеренно, либо потому, что приложение завершилось, то сам экземпляр BAS тоже автоматически завершит свое выполнение. Так что большой ошибки в том, что мы вызываем dispose, нет. Давайте посмотрим, как это будет работать. На этот раз должно быть немного быстрее. И повторно. на поиск. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok